Дональд Трамп в интервью Fox News. «Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора», отвечая на вопрос об участии в президентской гонке. Более тысячи сторонников Трампа выстроились вдоль дороги в Лонг-Бич, в Калифорнии, чтобы «горячо» в кавычках приветствовать кортеж Байдена. Точно так же его приветствовали в Айдахо. Госсекретарь США Энтони Блинкин дал показания по Афганистану в Палате представителей. Ему пришлось отвечать на массу неудобных вопросов. Сенатор Джеймс Рисч спросил Блинкина, есть ли какой-то человек в Белом доме, который имеет доступ к тому, чтобы постоянно выключать микрофон Байдена, когда тот находится на середине предложения. Джо попал в очередную комичную ситуацию. И посмотрим несколько юмористических картинок на злободневную тему. Всем привет, меня зовут Лариса, мы находимся в городе Лос-Анджелес. Я слежу за американскими новостями и американским ютубом. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы сразу же получать уведомления о новых видео. Поехали! Ситуация в США вынуждает Трампа вновь идти на президентские выборы. Об этом он намекнул в интервью телеканалу Fox News. Замечу, что, отвечая на этот вопрос, Трамп все время говорит загадками. Я не думаю, что у меня будет выбор. Мы приближаемся к тому, что у нас попросту не остается выбора. Действия Байдена ведут страну к расколу, сказал Трамп, отвечая на вопрос об его участии в выборах. Напомню, что Трамп уже не раз говорил о том, что сначала нужно разобраться с 2020 годом, а потом уже говорить о 2024-м. Для нас остается загадкой, собирается ли Трамп предпринимать какие-либо действия после объявления результатов аудита. А на днях, во время его поездки в Нью-Йорк на траурные мероприятия по случаю 20-й годовщины терактов, Трамп сказал, что его вопрос об участии в выборах уже решен, и что его сторонники будут очень счастливы, когда узнают о принятом решении. А всего несколькими днями ранее он дал интервью изданию The Gateway Pandit, где сказал, что верит, что результаты будут отменены. А также задал вопрос своему собеседнику. Позволите ли вы оставаться кому-то еще три года, если обман будет уличен? Своими словами, Трамп вселяет большую надежду в своих сторонников. Более тысячи сторонников Трампа выстроились вдоль дороги в Лонг-Бич в Калифорнии, где Байден должен был выступить в поддержку губернатора Гевина Ньюсома. Кортеж Джо встретили очень горячо. С флагами и плакатами «Трамп номер один» Байден сжульничал и к черту Ньюсома. Несмотря на то, что митинг организовали демократы в поддержку губернатора Калифорнии Ньюсома, число сторонников Трампа в разы превышало число слушателей Байдена. Призывы голосовать за отзыв Ньюсома звучали отовсюду. С мероприятия кортеж Байдена поехал другой дорогой, чтобы избежать сторонников Трампа. Сам референдум по отзыву Ньюсома прошел во вторник. Результаты мы узнаем позднее, но там уже разразился скандал. Многие избиратели приходят на участки и обнаруживают, что голос за них уже отдан. Компьютер попросту не принимает их документ. Выдавая надпись «Вы проголосовали». В рамках поездки по западным штатам Джо Байден посетил не только Калифорнию, но и штат Айдаха. И точно так же был встречен сотнями людей с нелицеприятными транспарантами в свой адрес. Ранее гневные лозунги также звучали в Нью-Йорке, в колонии протестующих против принуждений. Любопытно, что жители Нью-Йорка, по официальным данным, как будто бы в основном были за Байденом. Госсекретарь США Энтони Блинкен дал показания по Афганистану в Палате представителей. Ему пришлось столкнуться с массой неудобных вопросов. В частности, он отказался комментировать июльский телефонный разговор Байдена и президента Афганистана. В СМИ утекла информация, что Байден давил на собеседника и призывал приукрасить успехи в борьбе с боевиками. Но администрация Байдена усиленно избегает этой темы. Ранее эту тему не стала комментировать пресс-секретарь Байдена Джен Псаки. Законодатели пристыдили Блинкена за то, что он не удосужился приехать в Палату, а выступал по видеосвязи, а также призвали его уйти в отставку после провала в Афганистане. А вот любопытный скриншот, который сделал республиканец Джим Джордан. В сентябре 2019 года кандидат Байден призывал президента Трампа выпустить стенограмму телефонного разговора между Трампой и Украиной. Байден писал тогда, что американцы смогут судить сами. Тогда Трамп выпустил стенограмму, потому что ему нечего было скрывать, и он не сделал ничего плохого. Сегодня сентябрь 2021 года, теперь Байден президент, и он сам отказался выпустить стенограмму телефонного разговора между ним и бывшим президентом Афганистана Гани. Он что-то скрывает, пишет Джордан. На следующем слушании Блинкен уважил Палату представителей и прибыл туда лично. Сенатор Джеймс Рич спросил Блинкена, есть ли какой-либо человек в Белом доме, который имеет доступ к тому, чтобы постоянно выключать микрофон Байдена, когда тот находится на середине предложения. Потому что это произошло вчера, в момент, когда он только начал задавать вопрос. Это повторялось уже много раз, когда микрофон Байдена просто отключали. Кто это делает? Кто отвечает за это? Что это за человек? Спросил Блинкена сенатор Рич. Я работаю с ним 20 лет, нет такого человека, он сам принимает решение и отвечает сам за себя, ответил Блинкен. Вы хотите сказать, что этого не произошло вчера или несколько раз до этого? Ведь даже уже все медиа показали, что кто-то выключает звук в момент, когда Байден говорит. Я не знаю, о чем вы говорите, продолжает Блинкен. Сам Джо не раз говорил такие выражения. Мне сейчас нужно закрыть рот и уходить. Мне сказали не отвечать на вопросы. Или я попаду в беду, если буду отвечать на вопросы. Джо чаще всех поворачивается к журналистам спиной и не отвечает на вопросы. В основном ему составляют список из уже готовых вопросов, которые он зачитывает на пресс-конференциях. Джо попал в очередную неловкую ситуацию. Он позировал для фото в окружении нескольких десятков детей. Вся комичность ситуации состоит в том, что дети были одеты в символику с поддержкой Дональда Трампа. У девочек, стоящих рядом с улыбающимся Байденом, на кепках было написано «Трамп и лозунг Трампа сделаем Америку снова великой». У одного из мальчиков на футболке изображен Трамп в виде терминатора. И надпись «Я вернусь». Фото тут же стало вирусным в сети. Еще один необычный баннер вывесили в городе Йорк, Пенсильвания. Кто-то разместил плакат с изображением Джо в экипировке Талибана с надписью «Сделаем Талибан снова великим». Напомню, что при, мягко говоря, неудачном выводе войск из Афганистана талибам досталось новейшее американское военное оборудование на 85 миллиардов долларов. И еще одно юмористическое предупреждение для водителей на дороге. Внимание, внимание! Белый мужчина 78 лет в округе Колумбия думает, что он президент. Подписывайтесь, смотрите мой канал, пишите свои мнения в комментариях. Всем замечательного настроения и всем пока!